Я предложил зрителям задать свои вопросы, и вот, Роман Григорьевич, первый из них такой. Расскажите, пожалуйста, про особенности эксплуатации самолетов в Украине в зимнее время. Американцы, например, хранят свои истребители и мембардировщики в ангарах с кондиционерами для защиты радиопоглощающего покрытия от атмосферных осадков и от солнечной радиации. Ну, рады мы, конечно, за американцев. Себе бы такое хотелось бы, но у нас такого не будет. У нас самолеты стоят под открытым небом, максимум закрываются от обледенения, это важно, дело в том, что осадки и потом обледенения закрываются своеобразной такой защитой, ну, типа плащевика, то есть вот так одевается в кожух на самолет и прикрывается. Потом, после дождей или после того, как замерзло, кожух снимается и для того, чтобы самолет выполнял боевую задачу. Самолет не боится минусовых температур. Самолет, допустим, на высотах летает выше пяти километров, там уже от минус пятидесяти и дальше. То есть самому самолету, как машине, абсолютно не страшны минуса. Страшна больше вот эта вот переменная погода, когда вода, замерзая, попадает в некоторые места, расширяясь, лед расширяется, создает определенные проблемы. Вот это на земле прикрывается. Понятно, если бы у нас были условия, как у американцев, мы бы и душ для самолетов придумывали и начищали бы его каждый день. Но такого нет. Но еще раз повторюсь, самолеты не боятся абсолютно минусовых температур. Они наоборот, больше скажу, чем ниже температура воздуха, тем больше мощность у двигателя. Вот летом при больших температурах очень маленькая мощность, очень тяжело самолет даже взлетает. А как только минуса начинаются, мощность двигателя увеличивается за счет сжимаемости воздуха. То есть холодный воздух, он более плотный, а в двигателе при разогреве уже горячим топливом эта вся плотность, она дает реактивную струю. Потому в холодную погоду намного проще летать на самолете, так как добавляется мощность и серьезное количество процентов. Следующий вопрос от зрителя. Пан Роман, вот ГУР и ССО проводят великолепные диверсионные операции по ликвидации или вербовке конкретных лиц на территории России. Не пора ли им начать охоту на главную дичь, которая сидит в Кремле? Ну, дело в том, что главную дичь, допустим, перевербовать будет сложновато, у нас только денег не будет. Тут есть и все. Если все скинемся, да, не получится, потому я думаю, вряд ли у нас это выйдет. А вот отминусовать, да, естественно, можно. Если, как только появится у нашей разведки, контрразведки, такая возможность точно будет отминусована. Это 100%. Вопрос очень сложно подойти, насколько я это понимаю. Той информацией, которая есть, каждые две недели меняется полный состав охраны. Как раз для того, чтобы вот не подобрались будановцы с предложением пивка попить или кофе где-нибудь к охране. То есть идет постоянная ротация охраны. И это, кстати, довольно-таки такой серьезный шаг, который держит на большом расстоянии любые разведки. Следующий вопрос. Спросите, пожалуйста, куда делись наши танки «Оплот». Это же наша гордость. Дело в том, что, во-первых, их было немного. Плот, он же производился на экспорт. Это очень дорогой танк, и наши войска его не получали в том количестве, которым надо было, потому что это надо было заказывать. И серьезная цена этого танка, поэтому его производили в основном на продажу. У нас основной базовый танк – это Т-72. Неплохой, кстати, танк, если с хорошим обвесом. Даже лысый он неплохой и по броне, и по управляемости. Двигатели хорошие, то есть и ствол, и прицеливание. А с обвесами, с толковыми обвесами, особенно вот, допустим, те же поляки, танк же твердый, это же они на базе Т-72 сделают. То есть сделали хороший обвес, и получился хороший танк. По большому счету основа неплохая, а уже закупиться и поставить туда оборудование – это дело просто денег, времени и техники. Потому что с оплотом нам не сложилось, я бы так сказал. Но будет все зависеть от дальнейших действий. То есть либо мы будем на своей базе, допустим, танки производить, либо вот Рейн Метал к нам заходит, предлагает Пуму производить у нас. Надо будет выбирать от стоимости. Мы можем производить те же оплоты на продажу, если их можно будет продавать очень дорого. А Пуму Рейн Метал оставлять себе. Здесь надо смотреть уже, исходя из тех цифр, уже после победы. Я думаю, в следующем году, к концу следующего года, эти вопросы будут подниматься, решаться. Почему так много шахедов долетает? Почему нельзя сделать дроны-перехватчики, которые будут лететь на звук громкого мотора и взрываться рядом? Ну, можно сделать дрон-перехватчик, который будет лететь на звук мопеда, и не факт, что он попадет в дрон, а не в мопед, который будет поезжать рядом, или мотоцикл, или машинка. Есть моменты, связанные с такого рода действиями. То есть самонаводящиеся на звук дроны, но это большая проблема для наземного транспорта в том числе. Потому я думаю, вряд ли пойдем по этому пути. Тем более, все-таки дрон-перехватчик, он дороже стоит, допустим, от того же боеприпаса из Слингера, допустим, или из Рейнмэттела. Есть у них свои пушки 35-миллиметровые, или даже того же Гепарда. Поэтому нет смысла именно вот так подходить к решению вопроса. А сейчас, допустим, те же шахеды, они пойдут уже с турбинами без дырчиков этих, без мопедов. Пойдут с турбинами. Турбина, свист турбины меняется, частота турбины меняется в зависимости от количества оборотов, то есть от того, как она работает. То есть здесь много таких моментов. Лучше идти как раз по пути уничтожения дронов с помощью наземных средств, особенно зенитных. У пулеметов, зениток это должно быть дешево. И вот когда это будет дешево, когда с одной очереди, которая там стоит несколько десятков долларов, будет уничтожаться, а там 30-тысячный шахед стоит тысяч тридцать, кто бы там не говорил, не десять там, это 30-33 тысячи долларов стоит шахед, исходя из того оборудования, которое в нем стоит. А сейчас поставят турбину, он еще будет дороже стоить. Потому сбивать ее в его очередью, это будет накладно для россиян и для тех же иранцев. То есть по большому счету вот так правильно действует. Следующий вопрос от зрителя. Последний месяц россияне сбрасывают огромное количество КАБ на Херсонском и Запорожском направлении. Давайте объясним еще раз. КАБ это корректируемая авиабомба. Хотелось бы узнать мнение Романа, когда наконец-то подзбивают эти проклятые самолеты от сел вдоль Днепра, уже скоро ничего не останется, как от Херсона. Ну, скорее всего, оператор того РЛС, который сбил Су-35, он как раз и заботился о том, чтобы КАБы не падали на нашу территорию. В таком режиме их и надо сбивать. То есть развернуть дальние средства поражения. Вот КАБ летит, допустим, планирует, если его сбрасывать с высоты где-то в 10 тысяч на околозвуковой скорости, он пролетает еще на крылышках километров 60. То есть если подтянуть к линии фронта зенитно-ракетные комплексы, которые бьют километров на 100, то россияне просто не смогут добрасывать КАБы до линии фронта. Вот это оптимальный вариант. То есть развернуть вдоль Днепра, развернуть вдоль линии фронта, дать дальние средства поражения. Подтянуть, может, старые. У нас есть та же ракета С-200 или та же Печора С-125. Это старые ракеты, они неточные, по крайней мере, но они могут отогнать. Несколько самолетов, если положить, они перестанут подходить. Ну, Патриоты, само собой. СМТ очень хорошо справятся. Ракета Астер-30 догонит любой самолет. Это вот в СМТ ракета, это воздух-воздух ракета Астер-30 с разгонным блоком, которая догонит любой самолет и уже за дальность за 100 километров. Ну, а реально это когда подойдут и в 16-е. У них даже у самых первых, старых, самых модификаций, у них дальность около 100-120 километров. Ракета АМ-120, она тоже 100-120 километров. Они отгонят эти самолеты, перестанут они работать. Ну, вот первое, то, что сейчас нужно сделать, это развернуть. Ну, опять, для того, чтобы развернуть, надо иметь, то есть запрашивать наших партнеров о разворачивании Патриотов. Там с десяток Патриотов хватило бы, чтобы перекрыть, забыть за эту тему. Ну, а с десяток Патриотов надо где-то взять. Еще одна тема. Россия, возможно, готовится к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» в районе полигона Панькова или Панькова на архипелаге «Новая Земля». Или, возможно, уже провела их. К такому выводу пришли журналисты The New York Times на основе анализа спутниковых снимков. По данным The New York Times, 31 августа российские авиационные власти выпустили уведомление, в котором рекомендовали пилотам избегать временно опасной зоны над частью Баренцева моря и в нескольких километрах от стартовой площадки Панькова. Потом срок действия уведомления продлили до 6 октября. Роман Григорьевич, что думаете по поводу вот этого «Буревестника»? Дело в том, что они этот «Буревестник» уже лет 7, наверное, пытаются запустить. Он у них не летит. Несколько пусков было с этим ракетой, с ядерным двигателем. Ну вот что такое ядерный двигатель? Это прямоточный двигатель воздушный. Он примерно такой же, как у «Оникса». Вот ракета «Оникс» из Крыма, которой россияне обстреливают «Одессу». Вот она примерно с таким же двигателем, только там рабочее тело, там керосин, который горит и за счет физических процессов, аэродинамики создается реактивная струя. Так вот температура, которая нужна для того, чтобы запустился этот двигатель, то есть запустился процесс протока воздуха через сопла и создалась реактивная струя, нужно достаточное количество тепла. Вот это тепло в ядерном двигателе создают тепловые сборки ядерные, такие же самые примерно, как и в ядерном реакторе. Та же примерно картина. То есть разогревается уран, разогревается до такой степени, что нагревает воздух, но для этого ему нужна стартовая скорость, для того, чтобы двигатель запустился, то есть он должен уже в полете быть, а после этого начинаются эти сборки сжиматься, и запускаться реакция, нагревается воздух и уже двигатель работает. Он работает, пока летит. Как только он останавливается, он начинает перегреваться, сгорает и взрывается. То есть вот в таком режиме. Так вот ракету для того, чтобы двигатель запустился, ее надо разогнать сначала до хорошей скорости. У «Оникс» она за два маха разгоняется. Ракету надо разогнать, и только после этого включать двигатель. И вот они даже этот процесс еще запустить не могут. Они лет семь возятся с этой ракетой. Два или три пуска было неудачных. Раз она пролетела, два километра упала, второй раз несколько километров пролетела, упала, взорвалась. И это все было на территории России. Дело в том, что при взрыве ракеты, попадая уже в ударе, ядерное топливо распыляется. То есть это радиоактивное заражение, довольно-таки серьезное после удара. Именно вот этих топливных сборов. Небольшое, с одной стороны, но если оно в море, так оно же потом расплывало. А в основном в сторону моря они все и запускают. Вот сейчас очередная попытка ее запустить. Это не то, что она куда-то полетит. Это не серийный образец. Это еще до серийности, очень далеко. Это опытные образцы. Они только пытаются запустить двигатель, который у них вот, ну, никак не слаживается, его выполнить. Теоретический процесс они понимают. Ну, а как всегда, россияне, руки у них не с того места растут, откуда у всех людей, потому собрать они эту ракету не могут. Хотя сама по себе, допустим, ракета. Околозвуковая ракета крылатая, типа Х-101, типа Х-101, первая раза, может, полтора, два больше только. За счет двигателя, если он действительно разовьется, и она может идти, в принципе, часами может идти, десятками часов, сутками может летать. По большому счету, чуть ли не вечный двигатель называется. Пока тепловая сборка дает тепло, он будет работать. Там нечему сильно ломаться. Но сама по себе ракета, она как новогодняя елка светится. Она светится теплом. То есть, представляете, какой тепловой след. Любая головка инфракрасная ее вычислит, догонит и уничтожит. Любая, какая бы ни была. Дальше, след, тепловой след радиационный от практически открытого ядерного реактора, если можно так сказать. Ну, и скорость, стеколозвуковая, по большому счету, любой перехватчик ее увидит. Большая ракета, значит, любая радиолокационная станция ее увидит. Наш не подберется за счет там маленькой ЭПР. По большому счету, ее сбить, ну, на раз, два, три, где бы она не появилась. Проблем больших для нас она вообще не составит, потому что мы этих Х-101 сносим, ну, кучу, а до серийного производства еще далеко. Для НАТОвской системы обороны это тоже небольшая проблема. Они ее догонят. Да, догонят истребителями там скорости не один Мах, два, три Маха есть. И ракетами со скоростями гиперзвуковыми. То есть это не проблема, это больше, я так думаю, это такая информация для внутреннего потребления. Вот у нас очередная вундервафля на выходе. Ну, вот примерно так они, да, для своего российского населения сказали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова